народ привет здравствуйте действительно ой как хорошо спустя полтора года мы снова в Абу-Даби в парке мангров сейчас такая хорошая такая уже весна и должно быть очень жарко нет ты знаешь я тоже боюсь жарко но сейчас прохладный ветерок подул хорошо людей по-моему нет людей вообще мало а знаете же мы уже вам делали видео про этот парк посмотрите обязательно вход все еще стоит 15 дирхам 4 доллара но теперь билеты нужно букать на сайте и сразу же платить тогда нужно было только время сейчас нужно букать только деньги обязательно зеленая программка эль-хосен и все вспомните что в дубае вы входите куда вы хотите как вы хотите в Абу-Даби при входе в достопримечательности и в новую показываете зеленую программку эль-хосен не будем говорить мы сюда добирались но так немножечко ну на самом деле я забыла рубашку и сработала примета если вернешься будет не очень все хорошо ну в общем застряли мы в такси немножечко вот этим усложнять наше видео и смотрите как просто шикарно в этом парке птички поют никого нету вы знаете что это вода это вода да вот начала говорить и остановила что обязательно смотрите приливы и отливы которые есть расписание есть на сайте парка чтобы вы не пришли а здесь опа песок и ничего нету время стоит вот такая шикарная вода плавают рыбки мы так хотели сюда еще раз попасть и попали классно сейчас пойдем с вами пройдемся обязательно берем вас с нами наташа вот довольно сняла маску уже мы спросили маску можно снять это просто шикарно шикарные дышится хорошо сейчас посмотрим когда пройдемся но я думала сейчас все солнце все сейчас вспыхнет и мы сейчас какая же красота да народ скажу вам сразу что добираться сложно перестраиваются дороги в общем мы ехали с мальчиком таксистом и конечно мы накрутили раз пропустили поворот царо это не мы про накрутили я все видела я с места с пассажирского извините за водителям все видела водитель ничего не видит просто скажите ему если вы будете ехать вот такое время в принципе еще видите что дороги строятся скрыть ему просто быть внимательным ну так получилось что мы когда приехали уже в парк нашли дорогу оказалось 140 дирхам мы отказались их платить и договорились договорились с таксистом на 70 дирхам это и так очень много от нашего отеля ну ладно не будем а печально просто вам рассказали все лайфхаки и подводные камни что может случиться потому что парк находится на острове джубаил да чуть не сказала садеят садеят рядом так что просто будьте осторожны потому что парк шикарный он достойный посещения до добраться сюда все-таки стоит деньги но если вы с гугл-картой тоже будьте внимательны мне кажется и гугл-карта сейчас показывает не совсем правильно поскольку все-таки смотри какая-то рыбка такая наташ поскольку все-таки все перестраивается ой не здание это кусок это кусок чего-то но вода такая прозрачную шею два парка ты же скажи что здесь в абу даби два барка джубаил мангро парк и анантара именно при ну никак при вдоль и получается построили отель анантара что-то из как-то называется он так и называть что там ангел реально но как бы в городе находится возле но это тоже городе но не так поближе будет от центра скажем так города но там нету вот этих настилов по которым ходить там я так понимаю типа вход бесплатный но по сути тебе ты должен арендовать или катер какой каяк каяк или каяк за 160 дирхам от от 60 дирхам что когда вы слышите слово бесплатно еще раз прочитайте отзывы мы хотели вам показать второй парк посмотрели там каякинг фигакинг типа ну мало ли там а вдруг мы там не сильно огромные любители каяка да можем перевернуться ли что такое приехать там 160 дирхам заплатить хотя мы вот уже наверно только же заплатим с двумя возвращениями на такси думаю что катерок там какой-то тоже еще там катером возят ну то есть это от ну значит не будет ну 160 на человека минимум да да то есть их два два парка джубаил два парка в абу-даби ну продолжаем идти любоваться с вами ой просто великолепная природа даже не верится что такое есть в пустыне и парк этот открылся два года два два с половиной года назад да и не жарко кстати но все-таки за рубашкой я вернулась что правильно сделал я думаю мы с любым водителем застряли бы просто потому что дороги конечно переделывают а google карты нет и не каждый водитель понимает как сюда проехать ой какая же здесь красота да в прошлый раз когда мы были очень много людей гуляла это был декабрь по моему декабрь 2020 года о вообще давно ну полтора года назад а сколько всего произошло за это время очень много людей сидит в кафешке надеюсь мы туда попадем это кстати наташина любимое кафе кафе краны пишется краны и капучино там я не знаю может она испортилась может такое впечатление может она испортилась тебе но понравилось а кафе может испортилась что мы постараемся зайти потом посмотреть я думала что капучино испортилась поэтому понравилась наташу думаю ну логика не очень вообще здесь красота просто красиво я совершенно не жалею что мы сюда приехали конечно ну потратили немножко нервов ну это бывает да сейчас будем лечить нервы с вами такой чудесной вот прогулкой просто отходишь по таким настилом не помню сколько километров там было мы по-моему освещали это в нашем прошлом видео да есть карта и просто он конечно наслаждаешься и наверное вот релаксируешь особенно когда людей нету когда нету людей вот и такой один потерялся в прежнете домик перестанем видеть дачи завернем мы вообще одни сами и фонарики классные и наблюдательные впереди впереди люди есть все таки смотрите мы как раз приехали вода должна была подняться в 12 40 мы из отеля вышли в 11 30 думали в 12 приехать ага мы приехали в час максимально метр восемьдесят да вот поэтому смотрите что вы не пришли а тут вообще пески сплошные там нажимаешь на каждый день месяца и будет показывать вы сколько времени будет самая высокая вода да то есть прижать и когда самая высокая вода выбирайте день такой что был еще не выходные пишут много людей выходные и выбирайте чтобы не если вы там уже весной летом осенью смеет выбирайте чтобы там не два не три дня уж совсем жар кому в 12 приехали сейчас терпим выходные сколько я в эмиратах 7 лет у нас выходные были всегда пятница и суббота сейчас изменилось пятница короткий день ну как короткий на самом деле совсем не короткий а сидишь вскоре все отсюда делала ваша выходные еще суббота воскресенье так что ну наконец-то мы синхронизировались это бы себе казалось что когда я приехала в эмираты у меня забрали выходной воскресенье другой стороны подали пятницу ну я думаю сейчас вообще-то жарко хотя и мы тогда были в декабре нам было жарко мне сейчас комфортно ну как тепло не тепло но ветерок хороший вот птичек ты знаешь птиц как-то тут мало вот слышно что птицы пойдут может быть действительно в том мононтарии там написано что птиц в отзывах я не видела мне там пишут что очень много птиц даже пар там много пишется но не людьми отзывы я не увидела что кто-то сказал там я видел кто-то то-то сколько это птиц там ни одного надо может все три тысячи прочесть это когда кто-то видел слышно что птицы уже здесь надо интересно сколько вырастет со многое думаю думаю много вырастет как они углекислый газ до поглощают ну и по и помогает поглощать соль пресной воде и вон второй черный он один один а вон второй дальше второй хорошо вижу и красивый черный второго хорошо видно вешение не в водичке они хитрые зачем они поплавали посидели поплавали погрелись поплавали погрелись надеюсь что чистят а уже не в этом сильно заинтересованы все таки все таки же достояние ну такое сделать сделать такие настилы сделать это в пустыне это вообще конечно круто ну что как прогулочка знаете так чисто и приятно вот такая мальдивская мальдич как я люблю говорить я это правда на пляже в дубае говорила на лиманзаре просто вот приятно как даже дышится это не пустыня я не знаю что это такое вкусное хорошее дыхание с красными даже перышки ну как большая ну большая по в на фоне но это здесь она большая я думаю там такая уже рыба прям вообще чисто акула да сейчас посмотрим вот еще здесь не рыбка надеюсь не обиделась но я правда подумала что в прошлый раз помню здесь дети лазили игрались вот такие здесь станции есть бортики как называется point для фотографирования . для фотографирования нужно осматривать и потом идти дальше гулять наслаждаться потом обязательно посидеть кафешечки кафешечки кран чикрейн краны пишется за вкусными такими японскими штучками надеюсь что тоже покажем да посмотрим что там есть но наташи уж дюжи капучино понравилось прошлый раз вот она мне уже полтора года рассказывать что это ее любимое кафе не ну реально мы взяли с собой правда да мы даже не успевали такси приехала по вызову взяли с собой наташа просто в отеле рейсон сидела и говорила боже лучшее кофе которая пила когда было боже мой ёлки ай-яй-яй знают эта штучка вот переходящие же с наташи подожди постой там покачайся ты переходишь и я щас чуть с камеры не шлепнулась а я не знаю никто тебе не скажет пока ты не упадешь красиво наверное лампочки подсвечиваются и вот здесь камеечка сидишь он вот сейчас вот рыба большая идет вот теперь я согласна вот теперь рыба большая пришла все тельный скорую и вон еще идет мистер рыба вот этому вышли это другое дело наташа улечку закидывай быстренько да слушай там на сайте указано еще там вниз вниз прокручиваешь на заходишь на страничку каждый день и вниз прокручиваешь же там эти графики и там рыба указано что сегодня две рыбы сегодня рыбный день а еще из 3 это котлетки вот сейчас рыба хорошая хорошая пошла народ что думаете про рыбу пишите обязательно вышли мы оттуда посидели вон люди уже идут смотрим мы на эту красоту с вами и гуляем обязательно одевайтесь хорошо берите рубашки с длинным рукавом сгореть тут запросто даже в декабре в январе особенно если ветер будет дуть поэтому и машетесь и лицо и кепочки одеваете очки берите шеи банданами накрывайте и будет вам счастье не сгорите и хорошо проведете день и рыбки песчаные если вам видно как плывут ряд вода стоит на метр восемьдесят в это время ничего себе уже метр восемьдесят здесь мне не кажется что это метр восемьдесят может это там вдалеке метр восемьдесят где каяки стоят не знаю ну радует что она все-таки есть но мне кажется она уходит уже на такой отливчик начинается мы уже опоздали немножко на пиковое время прям такие звуки там прям вы только что были у акула может как пропула залетная залива до всплески были будто человек там разгребает бутерфляем но нет не человек от наверстки рыбка а может кстати птичка мы видели большой такой как ну не пеликан а что-то подобное пролетела и так оп и схватила рыбку ну у кого-то ужин а вот такой point здесь и фотографироваться можно и поплавать и даже походить по воде да вода невысокая не не в прошлый раз даже этих вот не было ко мне видно но все равно мне очень нравится гулять да наверно что-то мы пропустили уже говорю что мы должны были здесь быть раньше 12 46 1 и 8 значит она прямо начала уходить что наверное начала уходить вот прошлый раз наташа здесь ноги мочила до ходила с детьми здесь дети купались их достать просто нельзя было из воды и вот этих вот камней не было видно а сейчас просто доходите по воде это можно снимать и тапочки доходе там стоите фоткаете особенно прикольно когда они под водой вы типа раз на чем вы стоите непонятно ну вот такой вам лайфхак да да мало воды сейчас мало мне кажется даже метра нету это максимум максимум она уходит вот я тетя надо реально было к этому времени не именно стоять в 1246 да например сегодня так мы хотели приходить но нам не удалось не удалось поскольку google когда ремонтируют дороги и тут и google не вносятся изменения и кали мы очень долго все это но главное мы нашли сейчас ходим гуляем кстати вот интересно да в прошлый раз вам пик показали а сейчас такой средний показываем тоже интересно тоже все интересного маленькие такие рыбки развеют да сейчас видишь посмотрели рыбку и малыши он сколько вообще просто ну да поэтому людей столько нет люди уже посмотрели взят в кафешечке вот там вот где-то вот и лайфхак от нашего канала кстати зонтики очень классный на ультрафиолет защита есть тут они пишут так вот уже начали мы их мумуса прикольный магазин я уже оставляла про него видео история не что-то там ну короче 10 долларов долларов 6-8 и они себя защищает от ультрафиолета если есть вариант такой и нет сильного ветра потому что я свой зонтик немножечко повредила при сильном ветре мы пытались его сложить то уберите очень защищает очень классный взяла и думаю чуя теперь ты медленно уходи видишь как кто там ходит вот японские гейши зонтиками ходят зонтики другие одеты не по-другому неважно японские я так думаю пишите в комментах люди мне кажется японские вот медленно а таша уходит вдаль мандров до зонтиком это зонтик мумуса вообще корейский ну неважно я надеюсь я вас насмешила но немножко улыбки и день просто удастся наташ наташа заметила крабиков красивых безумно красивого цвета че летовенькие белые я очень надеюсь что видно потому что мне вообще что-то слабо в камеру видно ух один в норку спрятался один близко к норке подходит вот его видно лишь тогда только черный вот посмотри посмотри вот хитрюшка спрятался ну да ты ж позвала меня вон это и третий прячется он подальше ближе ближе к это красивая природа здесь красивая что мы обнаружили следы-то человечи смотрите следы идут оттуда наташа туда направляется сейчас ну интересно там что реально ходил человек вот реально следы человечи человечи я не знаю если он не залез то скоро будут и следы человечи надеюсь человек взял то что надо может кормил здесь этих рыбок вряд ли тут же камеры вряд ли тут кто-то блин гулял бы так так интересная такая находочка продолжаем гулять и радоваться оттуда мы шли и идем дальше здесь такой пол большой чекпоинт здесь да я помню в прошлый раз люди сидели наблюдали за рыбками давайте посмотрим сегодня по крайней мере рыбок больше чем в прошлый раз но вода меньше а возможно просто их видим потому что вода меньше да идеально ну не знаю рыбок не столько было сколько сейчас тут люди просто сидели любовались рыбок то рыбки есть ну маленькие такие дай-ка я выйду сейчас тоже зонтика дело главное пройти зонтиком мужа зацепилась так видно что уже уходит вода рыбок мало следы человечи есть давайте посмотрим что на зонтик отложить то я уже вы просто не удерживаешь и скину сюда с небольшой а нет улетает что-то он зонтик улетает втащу его так за собой в руке что страшно вот красивый чекпоинт ему зонтик стоит так так рыбы здесь нет кто говорит директор стадиона у меня такой яролаж прикольный но действительно просто раз именно здесь рыба была сейчас нету вот до этого чекпоинта не помню доходила ли я ну давайте с вами пройдемся что такие интересные такие птичьи перепевы я надеюсь вы слышите ой как вода красиво идет заглядение просто заглядение не чекпоинт это еще идти вот вот так вот и дальше это возврат по моему к кафетерию к нашему входу там же и выход если честно так что нет мы все еще продолжаем идти дальше еще помню где то есть такой домик такой point куда можно просто залезть по ступенечкам и показать всю красоту парка вот надеюсь туда мы и дойдем смотрите обнаружили такой караван рыбок просто класс я не знаю даже искала караван потому что они так закручиваются как верблюды в пустыне наверно как караван ходит вообще красиво теперь они как-то хаотично между между своими собратьями проплывает но красиво смотрится вообще такое наверное из той ситуации когда можно смотреть вечно да они не уплывают пока вот а мы продолжаем наш путь все еще то есть гулять здесь можно от 40 минут до до нескольких часов пока не закроются гулять а как бы на сколько в принципе да маршрут на сколько рассчитан но гулять да но гулять здесь опять такие народ если вы приехали в жаркую погоду ну дай бог вам все это пройти и не обгореть вот зонтик шикарный вариант честно да вот наташа уже несет два зонтика наташа несла надо мной зонтик спасибо ей когда рыбок снимала возвращаюсь под зонтик а вот уже как раз та будочка куда мы сейчас пойдем и покажем вам все все это вот великолепие все великолепие сверху все мангровые растения которые здесь находятся все деревья общем все 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 покажем идемте с нами уже прям последние ступеньки наташа тоже идет подниматься недолго три этажа и выходим посмотреть да здесь ветерок хороший вот они все мангры большой парк довольно таки что там миллион гектаров или миллион километров уже не помню простите меня посмотрите мое видео первое там обязательно будет видно а вон за залив вдалеке залив ага сейчас увеличу вон морь как там вот здесь прекрасные мангровые растения прекрасный лес эти баня посмотри сколько автобусов автобусов много экскурсий наверное есть хотя странно людей нету это меня уже начинает беспокоить я правда сказала что за нами шли молодые люди нашли прошли а я говорю за нами молодые люди идут их не видно а всплеск есть даже горит не волнуйся они прошли просто они были одеты так что как бы женщина в платьишке мужчина в шортиках и футболочке надо же деваться нормально если вы идете на прогулку в эмиратах в такое время уже сгорите вот такая красоте нюшка смотрите вот на выход вот дальше идти и парк довольно таки объемный да дышится классно то есть тут гулять и гулять и берите трековые палки берите выбирайте большой маршрут и помощь вам крем от солнца водичка и зонтик ну если держать трековую палку даже не предположу где можно держать зонтик вот мне даже не удобно у меня рюкзак у меня селфи палка и зонтик мне наташа помогает держать шляпы зонтиком да тема тема я думаю в этих всяких дейсом у муса тоже она продается чем народ мы очень довольны и всех никого нету а в прошлый раз были были помни сюда бежала быстрее снять и показать пока тут дети не добежались на красота посещение стоит стоит посещение сама будаби достоин посещения столицы арабских эмиратов и много у нас есть плейлист смотрите обязательно и мангровые леса там это чудо просто чудо в пустыне в чем природное чудо лягушки я слышу как квакают и птички как не сажи до кого 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 слышу красота значит не лягушки вот смотрите направление снова view point фотография должна быть красивая вот там мы с что красивый вид показали тоже доходите становитесь и там фото и тесь замечательно здесь такие листики свежие прям такой бразильский цвет желто-зеленый бывает такие раз и усохшие рыбка плавают мы продолжаем с вами гулять идти по мостику рыбки полосатики проплывают такие интересные если вам видно что зонтиком по прикрывала вот они красавицы просто присесть поставить зонтик а вот сейчас мы идем salt collector там где соль собирается тут даже написано ну и там указатель был так что захотите найдете я тоже не знаю как вот есть такие штучки есть ступенечки откладывается когда вода поднимается но даже не может ступеньки затапливать странно затапливает я вообще как-то надо пересмотреть самую видео да смотрите вот ступеньки вот конечно вот песок и вон где-то соль стоит пока вот где-то здесь это не соль да фасоль не выкидывай обратно вода с таким трудом запихивала то что наташа выкинула хорошо давайте просто пройдем еще зайдем на ступенечку сейчас рюкзак здесь оставлю зонтиком просто надеюсь что мой зонтик не упадет он зацепился как-то непонятно рюкзак ставлю куда ты хочешь да хочу пройти только без рюкзака тяжко уже с рюкзаком сейчас посмотрим я думаю я думаю что я покажу просто вот и вернусь возможно я надеюсь что я вернусь на мои вещи же там не думаю это просто обход такой вот красивый да здесь вода зеленая это я не знаю песок или соль уже непонятно куб песок даша горит песок ну посиди там сейчас я приду ой жарко уж совсем припекает сейчас уже 220 гуляем так прилично но это радует и совсем уже мелко просто смотрите вообще помню такая мальдивская водичка была в прошлый прошлом видео полтора года назад как вот это вот зеленая а только просто бич какой-то бич ноут 150 метров мы сейчас с другой стороны туда зайдем я уверена красота какая прода солнца в камеру надеюсь все таки вам удается передать все это мангровое великолепие спойте все таки мы пошли бы на этот бич нот здесь были уже мы помним смотрите какой все таки различия да зеленая вода и песок вот от чего она такая зеленая у нас мучает вопрос кто знает напишите но мы подозреваем что там глубже конечно же здесь песок сразу виден но вопросу таки почему она зеленого цвета очень красиво от деревьев видно да да деревья далеко довольно таки солнечный свет дает такой цвет ну да интересно кстати сейчас идем там станция каякинга была там-то метр-два наверно идем сейчас на станцию каякинга до каякинг и потом уже по моему тому же и выход недалеко посмотрим сейчас помнится в прошлом моем видео про этот парк мы снимали на 2 на 2 мобильных телефона пока не купили эту камеру этот телефон на мой я снимала сэлфи моему телефону три года на наташином которому уже лет 7 до или 6 мы снимали все видео но получилось замечательным чем телефоны старые самсунги отлично передают цветах это было здорово да вот здесь вот стояли лодочки еще здесь фоткалась по-моему снимала финальная финальное видео подписчикам и здесь стояли лодки бич платформа сейчас нету и есть такая опция на сайте когда вы бронируете билеты покупаете тоже вот есть каякинг есть активити так что если есть желание правда не знаю как вы найдете наверно с вами рейнджер пойдет то вот прокатитесь кстати на конечно можно здесь и погулять вас ими ножками ну я имею ду можно если вам разрешат чтобы сесть в сам каякинг вода красиво идет а так даже не знаю ты погуляешь ножками или какая-то рыбка вас хватит потому что нельзя или штраф можно получить красиво так сделаны даже мусорки прям под это дерево сделала наташа с двумя зонтиками поставьте лайк обязательно красиво и вода великолепно и спокойно тихо хорошо смотрите деревья будто наши кажется действительно очень похожи на наши украинские деревья в нем не похожи на всех классно с двумя зонтика этого дерева я помню с прошлого раза помню он тоже сухое было еще говорят что это вот зима сторона зимы вот люди еще идут прикольно а это сторона лета здесь и здесь лета вот кстати очень скоро уже выход посмотреть наташа всегда на детали обращает внимание помню как ты увидела эти пысанки когда мы были в софийском соборе да большая икона обязательно видео про украину тоже посмотрите у нас большой плейлист есть это важно вот люди просто по коротком пути прошлись быстро а мы идем по длинному не ищем легких путей а ищем интересные прогулки ну и вас показать и вам показать мы хорошо обмундировать люди в принципе тоже идут закрытые такие довольно таки мужик в кондоре и в штанах и женщина она отдела она отдела рукава зонтиком понятно отдела с двумя как у наташи так что сейчас а будем выходить помнится в конце уже первом нашем видео полтора года назад мы там большую птичку видела она охотилась на рыбку посмотрим сейчас будет или нет интересно а вот чем ближе к выходу тем какие-то голые более голые деревья без растений вот реально какой-то зимний вариант а вот на той стороне все еще летний вариант интересно это странно все растения просто вообще без зелени так интересно ну что друзья мои птичек мы не нашли потому что сильно жарко уже сколько пол третьего была у нас длительная прогулка приехали мы в час полтора часа гуляли с вами все вам показали надеюсь вам понравилось а мы заканчиваем наше видео и надеюсь сейчас пойдем наташина любимое кафе все всем пока счастливо ставьте лайки комментируйте подписывайтесь пока